Поживем, мы видим, у нас сегодня два БУ-3, может быть, все-таки к концу трансляции удастся собрать побольше людей. Так, ну мы выяснили, да, кто где будет стоять. Получается, об этом я, наверное, говорить не буду. 720p не лагает, хотя у меня плохой интернет, пишет сам XM в цензурном варианте, если прочитать его комментарий. Ну, ребят, дропов у меня нету, то есть как только у меня начнутся какие-то проблемы с интернетом, я это сразу же смогу увидеть, и я это сразу же смогу пофиксить. Поэтому если у вас лагает трансляция, а я вижу то, что у меня с интернетом все в порядке, вывод напрашивается очевидный. Так, 13 секунд еще нам нужно подождать. Хотя, знаете, что-то как-то подлагивает, я сейчас смотрю, ну, в смысле... Смотрю на стриме, параллельно там, что-то, в общем, не шибко хорошо, не шибко гладко идет трансляция, поэтому, наверное, я выключу, я запись делал локально. Вот, и поэтому лучше, ну, лучше, обычно записи делаю локально, поэтому в этот раз, наверное, я ее лучше выключу. Вот, потом обрежу, как смогу. Так, ну ладно, давайте об этом я потом как-то сам на досуге подумаю, как это сделать, это все-таки входит в мои обязанности. А пока что Hellraisers против Asus Polar. Первая карта, Hellraisers на Dire, Asus, или как, наверное, лучше, наверное, VP Polar, или... В общем, ладно, Virtus.pro будем их просто называть. Затаились сейчас на своем хайграунде, на эншентах, и ждут момента, когда можно будет подловить кого-нибудь, кто пойдет контролить руны. Да? Так, логотипчики, кстати говоря, не забываем. Попытается подловить кого-нибудь, кто пойдет контролить руны. Ну, и, соответственно, тут у них станов, в общем-то, предостаточно. Есть Disable Skyverse Major, то есть даже ту же самую Квапу можно будет поймать какой-нибудь, я не знаю, Ancient Seal вкачает, может быть, Фэнга, и в итоге сможет ее подцепить. Так, ребята пока что ждут. Конечно же, Готт может еще попытаться с Кивером отогнать, и вот на 10-й секунде ребята выходят с хайграунда и начинает Skyverse Major поливать у нас голубями Леона. Эллидан тем временем пытается отжать руну на ботину, но у него это, естественно, не получится. Ему тут еще и напихать, кстати говоря, могут, если Дредд вкачает, например, Диген, то Эллидан 100% здесь погибнет. Но Дредд пока что не спешит прокачивать Дигенчик, и просто в итоге, ну вот сколько тут, 295 мувспид у Бристлбэк, у Омника уже на десятку больше, у Баланара такой же мувспид. Плюс у него бы там еще, наверное, на Войт бы на какой-нибудь накопилось маны, так Дредд в итоге пытается драться еще и вместе с ФНГ. Ему, конечно, непросто, остается у него 20 хп, не юзал он пьюрификейшн на себя, и в итоге ману он не потратил. Но домой, наверное, ему за Регеница все-таки придется сходить. Так, у нас на миде в итоге Магнус против Квин оф Пейн, да, все верно. И на топе Лина с Баратрумом против Леона и Тролль Варлорда. Но попытаться предсказать, что у нас будет происходить на лейнах, можно, конечно. То есть на боте теоретически Иллидану и ФНГ должно быть не так просто стоять против Омника и Горца. Но если бы они не были накоцаны, то есть сейчас у нас Горец без маны, очень сильно накоцан. Ему нужно будет подфармить, не знаю, будет ли он приобретать ботл в этой игре. Но вообще ботл бы, конечно, ему не помешал, учитывая то, что он баланар, который как бы должен гангать на самом деле. А баланар, который гангает, ну вообще любой гангер без руны, он не, ну не без руны, а без ботла, он не обходится. И поэтому Горец, возможно, будет приобретать здесь ботл, ну ровно как и Квин оф Пейн. То есть Квапа будет пытаться отконтроливать руну на топе, возможно, а баланар будет пытаться отконтроливать ее на боте. И Дредд сейчас у нас вот выпивает баночку маны, чтобы у него побольше маны было на всякий случай на втором левеле. Теоретически ему, конечно, надо пьюрифик, этот репел вкачать, потому что Скайвер Смейдж очень много дэмэджа наносит магического. Но с другой стороны, репела на первом уровне не очень долго длится, да, а ФНГ может потерпеть 6 секунд, да, и потом только скинуть голубя своего и надамажить в итоге. А Бристалбек, он в основном физическим уроном дамажит, поэтому Дредд пока что ничего не прокачивает, он думает, что же ему лучше взять на следующем левеле. Так вот, на миде, ну тут, я думаю, очевидно, намного удобнее стоять именно Квин оф Пейн. С другой стороны, Магнус такой персонаж, который свое всегда вывезет, то есть ему не критично, кто у него на миде Квапа, Снайпер, там, Деваурер или кто. Он просто будет обузить Боттл, он просто будет кидать Шоквейвы или там где-то ручкой добивать, и в итоге свой даггер, свои тапки там, или что он будет делать, Арканы или ПТ-шку. Каждый Магнус собирается по-своему. Вот, может, даже Транквилы какие-то, хотя я ни разу не видел Транквил тапки на Магнусе. Вот, он в любом случае вывезет рано или поздно, так или иначе. Ну, грамотный Магнус, там, соответственно, с разницей где-то в 2 минуты. То есть, когда Магнусу легко стоять, у него где-то 11-13 минуты тайминг даггера. Когда Магнус утяжка, то у него там, соответственно, 15-16 тайминг даггера. Иллидан сейчас ему не хватает. Хотя нет, все-таки он, наверное, прыснет, и тем временем горец убивает Скайверс Мейджа. Я думаю, что там больше особо-то ничего интересного и не произойдет. Обидно то, что Иллидан не смог добить Дреда именно первым, да, это был бы Феррозблат именно для него. Но вообще, кстати говоря, не смог убить. На топе Баратрум разгоняется, Гадем дает отличный подкоп, Артас крутит топорики, попадает мисами по двоим игрокам команды. Виртус Про подходит ФНГ с респауна, и неужели никого не удастся забрать? Виртус Про. Да, похоже, Артас выживает. Гадем вообще не накоцался. Посмотрите, у него практически полный стэк ХП. Конечно, маны он потратил много, но это не проблема. У него есть Кларити, который он сейчас допьет. На четвертом левеле Леон обязательно вкачает мана Дрейн и будет, собственно, восстанавливать себе ману Мана Дрейном. Пытаются забрать Артаса. Отчаянная попытка, я бы сказал. И Гадем сейчас, ну, старался он подкопать двоих, но вот у него немножечко не вышло. В итоге тролль Варлорду придется бежать у нас до базы, или там ему что-то летит. А, погодите, ему там летит фласочка, летит танго и еще Ring of Protection. То есть у него базила там будет, да, видимо, Аквилу, наверное, сделает. Сразу же выпивает фласку с ХП и возвращается обратно на линию. Ну вот, о чем, собственно, я и говорил, что HellRaisers на боте достаточно комфортно стоять на топе. У HellRaisers я вот не успел сказать про топ, пока у нас там возня на боте была, на миде тоже там небольшая возня была. Не успел я сказать, что DoubleLane команды HellRaisers на топе, он тоже представляет из себя большую угрозу, нежели чем DoubleLane команды Virtus.pro, банально потому, что там есть Тролль и Леон. Так, Леона, кстати говоря, на топе убивают, и в итоге я тут смотрел пока что на боте, погнались за Бристалбеком. Ну, пришел Лиллс, респаун был полный, Фобос тоже въехал, видимо, с чарджа, тоже смогли убить. Но на самом деле Тролль Варлорд, он из-за своих миссов именно на начальной стадии игры, на мой взгляд, это очень сильный герой на линии. То есть почему его очень часто и пикают, потому что он на любой стадии игры хорош. То есть и в начале на лейне его не так-то просто убить, как какую-нибудь Спектру или Воида, да, просто заставить его вжаться под вышку и смотреть на то, как твоя дабла или, возможно, даже трипла фармит. Ну, то, первое, продолжается возня, подкопчик от Годема неплохой. Есть Хекс, Артас бежит, кидает топорики на оранжевой форме, пытается бить, крутит миссы. И не боится драться с Фобосом, потому что на самом деле, если бы Фобос развернулся под крипами и проперся бы хотя бы на один баш, возможно, Тролль Варлорд бы здесь погиб. Баланар тем временем убивает Бристлбека на боте, сам погибает от рук Скайвора Смейджа и Бристлбека, и Дредд еще тут остался жив. 250 кп у него приблизительно, успевает даже добить крипа, второго добивает и убегает. Да, динамично развивается карта. Единственное, что Магнус и Клин оф Пейн пока что с линии особо не уходили. Афан Нинджа юзает Соник Вейв, заставил он Года просто в ужасе улететь с кивером с линии, но чуть-чуть не хватило маны Афоне на скрим, то есть, если бы ему маны хватило, это был бы стопроцентный фраг, но ботл у него был пустой, и на проказ ему маны не хватало. Но банально Год считал ману, конечно же, он понимает, сколько надо квапе для того, чтобы его убить, и он видит то, что она его не убивает, поэтому он продолжал стоять и фармить. Сейчас, кстати говоря, начинается ночь, и ФНГ так забавно не давал горцу пройти. И подстан от Лила, у ФНГ очень малых КП, он здесь в любом случае погибнет. Скивер юзает Год, у него есть РП, но горит слишком быстро для него, и догнать его не представляется возможным, нужно будет расходиться. Как дела в этот момент у Фобоса на топе? Фобос на жизнь особо-то не жалуется, у него ПТ, Орбов, Веном, пятый левел, третий баш, естественно. Вот мне нравится, как прокачивается Фобос. Я видел тысячу баратрумов, которые кто-то чарджи максит, кто-то ауру максит. И я просто посмотрел на это все, и, на мой взгляд, очевидно, что максить надо именно баш баратруму. Хоть он там с увеличением левела шанс срабатывания пассивки не увеличивает, но, ну, чардж, типа, зачем тебе на первых левелах какой-то супербыстрый чардж? Там, кстати говоря, Квапу убили на миде вместе с ФНГ, на топе тем временем пытаются убить Фобоса, но у него есть чардж, он этот чардж юзает куда-то на мид, возможно. На боте тоже сейчас будут хеллрейзер с обострять, юзают, воют на Элидана, который повернулся спиной. У него еще нету шестого левела. У горца, наверное, уже, да, у горца уже практически седьмой уровень, что облегчает ему лейнинг на своей харде. У Лила тоже четвертый левел. Чардж делает Фобос, репельчик вешает дред, и Фобос мгновенно останавливается. Здесь Баланар будет делать ПТ, что немножечко не характерно, на самом деле, для Баланаров, но тут станов, в общем-то, достаточно много. Ну, горцу, в общем-то, виднее. Но очень часто Баланары предпочитают делать именно фейсбукс, а не ПТ вешают репель на горца. Горец юзает ультимейт, пытается прогрызть Элидан, но, боже, он его просто блочит, и Элидан бежит в спину, и ничего не может сделать. Пьюрификейшн, и горец здесь погибнет. Четвером на него напали. Сюда еще, кстати говоря, и Магнус подошел. Афоня приходит, дает Сони Квейв, убивает Брисплбека. Есть... А, РПшечки-то нет у Магнуса. Он ее на миде, видимо, давал в Квин оф Пейн. Тем временем ДК Фобос его динают. Он, видимо, был под действием дротика Квапы, и если бы Афонинджа не скинул бы даггер в Фобоса, то, скорее всего, достался бы фраг Баланару, потому что урна была у него, и догорал там, сто процентов догорал Братрум. Его бы не смогли бы задинаить. Кстати говоря. Как там дела у Дреда? У Дреда пятый левел. Фарма у него, кстати говоря, действительно не очень много. Интересно, сколько у Леона фарма. У Леона вроде бы вартишки. Девятая минута на дворе, а у Дреда пока что только сапоги. Ну, взять, например, других саппортов. У Лины тут нуль талисман имеется, да? У Скайверс Мейджа... Ну, Скайверс Мейдж тут фулл саппортом являлся. Да нет, на самом деле, наверное, нормально просто. Тут столько экшена, столько фрагов, что мне казалось, что уже какие-то должны быть, ну, айтемы там похожие на, там, может, Соул Ринг или Транквилы какие-то уже должны потихоньку появляться у Дреда. Он наверняка не будет покупать Аркантапки, будет покупать, наверное, какие-нибудь Транквилы, или, может быть, сразу Соул Ринг попытается клипануть. Не знаю. Как дела у Магнуса? Магнус зарашил Даггер, ну и вот видите, собственно, на девятой с половиной... Я даже недооценил немножечко Магнуса, да? Сказал, что там на одиннадцатой-двенадцатой минуте Даггер обычно появляется у него, когда ему комфортно стоять. Но даже против не самого комфортного лейна мы видим то, что Год проигрывает десять крипов сейчас к вопе. Ну, не сколько потому, что он плохо с ней стоял, сколько, наверное, потому, что он гангает. Тем не менее, Даггер у него имеется. Есть Даггер, РП-шечка. Скивер здесь не нужен, потому что Лил... Ну, вот сейчас уже нужен, потому что Лил с Траном по двоим попал. Отлично, дэмэдж был засчитан, и Год спокойненько увозит готовеньких ребят на Скивере. И Бристлбэк делает часть работы, добивая... Кого-то там он добил, наверное, да? Добил Баланара. Хорошо вошел Магнус. Он начинает сейчас гангать. В общем-то, достаточно сбалансированный пик у Азус Поляр. И инициации им хватает, и кэрри хороший, и сплит-пуш можно организовать при необходимости. Но у Хелл Рейзерс тролль Варлорд, между прочим. Тролль Варлорд, это уже много что значит. С ним очень тяжело играть. Он тут слишком сильно бафает. То есть он и Квапу будет бафать ультом своим, и Квапа наносит огромное количество дэмэджа, и Баланар будет быстрее бить. И сам он тоже парень не промах. Сейчас нашли ПНГ, почему-то не успел среагировать. Он тут повесил Сайланс, но... Ну, в общем-то, тут было неважно, на кого вешать Сайланс. Потому что, если бы он не повесил его на Ортеса, то тот бы дал Бэтл Транс и просто бы заковырял бы его руками. Даже на рейнджовой форме. Никуда там ФНГ не уходил. Фобос тем временем спрятался в лесочек. У него тут есть какое-то колечко Ригена. Я не понимаю, что он Форс Ставф будет. Ну, вообще, наверное, Владмирс будет покупать, потому что тут Клокверков никаких нету. Поэтому Форс Ставф, наверное, как-то нецелесообразно приобретать. Вообще, Владмирс очень хороший артефакт. Поймал годдем Фобоса. Есть ли Хекс? Хекс есть. Но, похоже, его просто не догоняет. Там был Оробов Вином. И Фобос дал ему несколько ударов. Квапа подходит в спину, к Лилу и Лидану. Тут нужны будут сейв-телепорты. Подрубается ночь по лонарам. Скрим попадает только в Лилу. Партица сейчас уже сюда Фобос. Лила очень быстро убивает. Но перед смертью он успевает скастовать стан. Пытается зафокусить Афа-Нинджа. Незер Страйк в Афоне. Усало не туда повесил ФНГ. Надо было чуть-чуть пробежать. Но в итоге год спасает ситуацию. Довольно-таки забавный. Ульту Скаймага тут лег. Но Мистик Флеер он называется. Но в итоге тут и так убили Дредда. И так убили Афа-Нинджа. В общем, размен получился, конечно же, положительный для команды Азус Поляр. Но не стоит забывать про Артеса, который в этот момент на миде просто фармил. Ой, на миде, прошу прощения, на топе. На миде у нас фармил Гадем, который играет на Леоне. И, в общем-то, то, что саппорт фармил, в данной ситуации это не так уж и плохо. Потому что Гадему нужен даггер, Гадему нужны айтемы. Вообще, Леон это саппорт хороший и без айтемов. Но, на самом деле, если у него лайки не появляются, он становится намного лучше. Фенге убивают очень качественно. Но Шокуэйв достает Гадема. И, в итоге, это размен саппорта на саппорта. Восьмой левел на восьмой. В принципе, можно сказать, что одинаково ребята разменялись. Фобос пытался догнать Афоню, но не было у него Незерстрайка. И он подумал, что, ладно, черт с ним. Там, кстати говоря, Бристлбеку что-то не очень хорошо. Видимо, напал на него Баланар. И, кстати говоря, продолжает нападать под репелом на Лила. У Лила есть лагуна, но дать он ее не может. Как обидно. Хотя, вот, дал стан, видимо, размахнулся на Драгонслейв. Репел, конечно, спас сейчас горца. Приятно иметь Омника, когда Лина не является кор-героем. А по Ниджу убивают под Сайллсом. На этот раз Мистик Флэйр был просто идеальный от ФНГ. ПТ появляется у Бристлбека. Гот с Блинни Даггером, как мы и говорили. И ПТ у него есть. Все-таки решил ПТ приобретать. Не Аркан Тапочки. Смоук у Квапы. Интересно, что у нас с этим Смоуком будет делать. На самом деле, можно было бы попытаться убить Рошана. То есть, команда Хэлл Рейзерс может. То есть, им хватит сил убить Рошана. Но я не думаю, что Азус Поляр позволит им это сделать. Вот Афанин же сейчас вместе с Гаддемом в Смоуке будут пробегать во вражеский лес. Видимо, делать пиков для своего тролля-варлорда. В общем, если сейчас в этом Смоуке Хэлл Рейзерс убьют пару человек, они спокойно могут забрать Рошана. И вот тут в ответ Смоуке, кстати говоря, бежали за борт. И моментально скинули палец, убили Скаеврис Мейджа. Пытаются зацепить еще Лила. Но РПшечка от года не самая плохая. Лагуна. Убивают Леона очень быстро. Клопал входит на Бринге. Лил делает телепорт. Сюда подходит Братрум. Лил вместе с Годом ушли телепортами. Больше не было никакой возможности сбить эти телепорты. И поэтому им удалось спастись. Войдет был в кулдауне. Ну, в итоге... Тоже Шилу на мыло, ребята, поменяли. Ну, как сказать, конечно, Шилу на мыло. Там Тролль Варлорд в это время все пармил. А Бристалл Беку, ребят, он тут что-то под вышками стоит и терпит, по-моему. Так, прилетает Ван Гуард к Бристалл Беку. Начинает фокусить вышечку Хелл Рейзер. С два телепорта мы видим от команды Азус Поляр. Или Дан тут потихонечку откидывается. Спрейм, но никого, видимо, тут подцепить не удастся. Ну, ночью Баланара-то точно не выцепишь Афа-Нинджи с Блинк Даггером. Его тоже тяжело поймать с Дредд. Ну, наверное, Дредд самая такая удобная цель из всего того, что было сейчас на боте. Но и то, у Дредда тоже эскейпа предостаточно. Он может себя полечить, он может себе дать репел. Он может скастовать ульту в случае чего. И в итоге спастись. Кстати говоря, Омник у нас приобрел не Транквилы с Оул Рингом, а именно Аркантарту. Ну, по стоимости это, возможно, даже так же выходит. Да, и причем Аркану ты раздаешь на всю команду, не только себе даешь ману. Ой, Афаник же очень сильно сейчас ошибся. Ну и становится очевидно то, что Артас бьет Рошана, потому что Афаня не просто так шел на бот, наверное, контролить груду. Но глупую ошибку сейчас допускают ребята из Хелл Рейзер. Невероятно глупую, к их глубочайшему сожалению, потому что сейчас Рошана смогут забрать сразу с полярами. Вот вчера мы с вами смотрели матч Берден Юнайтед против Крушевал. И там, поскольку Белки играли просто на три, наверное, головы выше, чем свой соперник, они спокойно вот так вот заходили и забирали Рошана. Да, а когда ты играешь против команды, которая умеет играть в доту, она тебе Рошана просто так не отдаст. Это в пайбе можно. Десять минут АФК фармить линию, потом взять смоуку, взять крипа с доминатором, прийти на Рошана и убить его в соло. Тут такое в Кэптонзводе не канает. Ну а по Ниджа, какой же красивый дал Sonic Wave. На нем сейчас висит Сайланс. Он, соответственно, не может прыгнуть, раскастовать еще что-нибудь. И в итоге Хелл Рейзер удалось защитить этого Рошана. Что самое удивительное, Гаддем встречает Фобоса на миде, дает в него палец, высасывает из него всю ману, он прожимает стики, при этом переключив ПТ, но все равно ему... Ну, нет, ману ему как раз-таки на чарж хватает, но пока этот чарж откатывался, его, в общем-то, убили. Эггис забирает тролль-варлорд. Магнус будет делать Шедоублейд. Не видим, значит, не победим. Нападают на Лилы, моментально его сейчас сотрут. Прям в кольцо его зажали, Лидан под Сайлансом и под Дигеном, или там не под Сайлансом. Просто под Дигеном мне показалось, почему-то, что на нем Сайланс висит. Шедоублейд приобретает год, подкопочка от Гаддема не самая удачная. Не знаю, видели ли, ребята, то, что Магнус сейчас с Шедоублейдом. И он прыгает, дает РП. Вешают Сайланс на года. Да, там, собственно, Брис Лобак тоже, видимо, был под Сайлансом от Баланара. Незер Страйк от Фобоса в Гаддема. Тут все живые из-за того, что есть Тёмник, и Фобос сейчас тоже заберут. Просто конвейер гейминг. Лучше бы ребята не дрались за эту вышку, честно говоря. Они были весьма не собраны. То есть год был не с полными ХП маной, и Элидан был тоже, видимо, там какой-то побитый. Короче, получилось очень плохо. Ребята ничего не смогли сделать. Вообще, удивительно, как так Hellraiser получилось перевернуть карту с ног на голову. Да, то есть они, играя так неаккуратно, просто пошли на Рошана чуть его не отдали, проиграли там Драку, и Азус Поляр уже готовы были забирать этого Рошана, но Hellraiser после своих респаунов просто пришли на Рошана и смогли перевернуть там ситуацию с ног на голову. В итоге забрали Аегис и пошли поломали вышку. Мало того, что они просто поломали вышку, они еще поубивали половину вражеской команды. И сейчас, наверное, на графиках это серьезно отражается. Вот этот момент, когда они отдали, когда они проиграли Драку на Рошане, вот отсюда они начали выигрывать, соответственно. Хотя там на стриме у меня вроде бы курсора не видно, там какой-то баг эксплита, к сожалению, поэтому курсор вы, скорее всего, не видите. Но там виден, видны вот эти вот точки экстремума на графике, что переламывается функция и видно, где там делали фраги, где отдавали фраги. Hellraiser. Подцепили Юлом года. Год уходит в Shadow Blade, на него, я так понимаю, детекшена особо нет. Вообще, за 20 минут у нас огромное количество фрагов, и я, честно признаться, уже не успеваю следить, у кого какие айтемы. У Квапы и Ул, у тролль-варлорда с Анчиндьяша Аегис, у Баланара в Ангуарде, и, скорее всего, он его реализует в Кримсенгвард, Леон с Даггером, и Дредд готовит Аганим. В общем, у каждого что-то есть. А что касается команды Азус Поляр, тут у Фобоса, наконец-таки, он доделал свой Владмирс, у Магмуса Блинтайгер, Шадоублейд, мы это видели, у Бристлбека просто Вангуард, тоже он, наверное, будет делать Кримсенгвард из этого Вангуарда, но саппорт, конечно, голенький. Лина там с ПТ, но у ФНГ вообще ничего нет. Нападает на Гворца, Горец был под дабл-дэмэджем, его постарались ввести от Реда, но Фобос дал не самый, наверное, ну, ладно, в общем, как получилось, так получилось. И Хеллридер, все их убивают. ГГ пишет ФНГ, ё-моё, так быстро, даже странно. Врывается Горд, он только сейчас дал РП, ну да, тут уже никого не убить. Ну, ладно, игра получилась такая быстрая, сумбурная, я, честно говоря, даже мало что понял, вот, но, ладно, хоть разговорился. Вторую карту будет немножечко попроще комментировать. Напоминаю вам, друзья, что...